Как вы, наверное, знаете, у нас изменилась постоянная экспозиция кардинально. Если вы не видели ее, сейчас вы ее увидите своими глазами. Неделю назад открылась выставка одного шедевра, а именно выставка картины Давида Теннирса младшего государственного Эрмитажа. Сегодня мы открываем тоже проект, связанный с западноевропейским искусством. На этот раз не из нашего собрания, не из Эрмитажного, то есть собрания частного коллекционера, который здесь присутствует, Сергей Григорьевич Людвин. И, конечно, более подробно расскажет об этом куратор выставки, которому мы дадим, в конце концов, слово после приветствия моего руководства. Но здесь мы видим западноевропейскую жильцу, все у нее есть разнообразие источников и красот. Для приветствия я позову своего учредителя Елену Евгеньевну Трофимову, заместителя, начальника управления культурой. Добрый вечер, дорогие гости, музеи. Я с большим удовольствием сегодня участвую в открытии новой выставки западноевропейского искусства, живописи, посвященной бытовому жанру. Бытовой жанр, конечно, известен нам как энциклопедия жизни, не только русская, но в данном случае голландская, фламандская. Поэтому я думаю, что мы с большим удовольствием поизучаем быт европейских народов 17 века, многое себя почерпнем. Но вообще, конечно, удивимся красоте тех листов, которые сегодня будут представлены в музее изобразительных искусств. Я от души благодарю Сергея Григорьевича, коллекционера, который не побоялся предоставить нашему музею свою коллекцию. Я благодарю гратора наступки Екатерины. И благодарю, условно, директора музея Никиты Николаевича Крытина за то, что поддерживает эту высокую планку и дает нам возможность всем полюбоваться таким произведением. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо, Елена Евгеньевна. Мы чуть было не начали отбирать хлеб у Куратора, рассказывая о самой выставке. Вот сейчас дошла очередь для вас Екатерина. Екатерина Жульбина, искусствовик, Москва и Куратор. В частности, на следующие проекты тоже. Спасибо. Добрый вечер. Я очень благодарна, что я, мне Никите Крытина, Никите Николаевичу, и Сергею Григорьевичу за возможность проведения этой выставки со стороны площадки, со стороны наполнения этой выставки. И мне хочется сказать, что Екатеринбургу, так скажем, повезло. Эти картины из частных собраний никогда не показывались в России и не показывались ни в Москве, ни в других больших городах. Она с этой выставки экспозиция создана специально для музея Екатеринбургского художественного. И вот все эти замечательные работы демонстрируют, с одной стороны, да, жанровую живопись, разные стороны жанровой живописи. Есть в Голландии фангрии 17 века, с другой стороны, это выставка, демонстрация возможностей и нашего культурного развития наших коллекционеров. И я надеюсь, что коллекционеров такого уровня будет все больше и больше, которые собирают, вникая, суть, изучая вопрос. И все эти произведения, которые вы видите, это часть собрания, но это каждое из этих произведений находит свою нишу в вот этой коллекции, которая представляет собой, в общем-то, такой живой, единый организм. И я очень благодарна всем зрителям, тем, кто пришел сегодня, тем, кто придет в течение работы этой выставки. Я уверена, что она, так скажем, окажет достаточно такое значимое влияние на развитие культурной жизни Екатеринбурга, хотя у вас она и так очень бурная. Спасибо большое, приятного вам вечера и замечательного аппетита. Спасибо. Прежде чем нас Екатерина поведет за собой на выставку, где она расскажет кратко о некоторых работах, я вижу, что у нас Евгений Петрович Кукив держит в руках лист, то есть я надеюсь, какой-то литературный экспромт поэтический. Товарищи, коллеги и мадамы, Свердловский нынче Амстердам. Вы скажете, я вну Канадия, и есть изи течет вон там, а не каналы. Кот Амстердам, нам покажут скорее, где здесь кварталы красных фонарей, на майдерах, где кофешопы, где ходит кое-что народ Дюбропы. Не видит, как Хороевский мой дворец, и где цветочный рынок, наконец. Ну что вы, не каналы, я нахалины, не надо понимать меня буквально. Вот наш музей, немал, он невелик, и чуть напоминает стыдерей. И весь музей на плотинке здесь получился по начинке. Как не похожа эта жизнь на нашу, иначе пашут там, смеются, пляшут. Но глянь, такая ж у крестьянок из Европы, такие ж у крестьянок из Европы, в итоге получились синопы. На русских полях похожи те культиви. Посмотрим же на те картины. Ну, на этой ободряющей темноте мы можем последовать за Екатериной на экспозицию. Спасибо.